Здравствуйте, уважаемые зрители! Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. А сегодня я рад приветствовать вас и сообщить о том, что поставленный в прошлом видео принятый план. Насчет того, что постараюсь разыскать что-нибудь по предшественнику такого боеприпаса 5070. US Government. Нашел я в коллекции пулю, которая в него влезла, конечно же, она не с него. Но, тем не менее, масло у него 420 грейн. Вот, кстати, тоже такое маленькое ноу-хау для того, чтобы... Ну, скажем так, когда я любой из боеприпасов собираю в макет, я бросаю в него вот такой вот шарик страйкбольный. Для чего? Для того, чтобы когда он в собранном виде, было понятно, что в нем нет пороха. Я не сам это придумал. Увидел, ребята кидали стальной шарик для этих целей. Ну, вот как здесь биты капсули, это и так понятно. Но, тем не менее, все равно на всякий, так сказать, случай. Я понял, что стальной бросать нельзя, потому что сталь, особенно подшипниковая, она заметно прочнее меди или латуни, и она будет внутри при вот таком колыхании раздалбливать. Ну, соответственно, вот подсказал мне оператор наш Саша, и я стал вот такие вот шарики туда вставлять. Пуля весит 420 грейм, входит она сюда после того, как я удалил отсюда изнутри почву. Вот, прямо тютелька в пупельку, как говорится. Вот, и внешне похоже, единственное у оригинала вот эта вот площадочка меньшего диаметра. Этот флэтноуз. Вот, а так по форме подходит. Ну, пока буду просто с ней рассказывать, на самом деле. Понятно, что дело в макет собирать я ее не буду. Итак, начал я разбираться с Джослином по самому, по самой системе много относительно. Ну, то есть, есть источники, то есть, это не какая-то секретная история. Вот, или малоизвестная. Вот, по самим боеприпасам, буквально по крупицам пришлось вытягивать информацию, находить ее. Ну, это я уже по ходу, собственно говоря, повествования. Итак, нашел я не один боеприпас, не только один боеприпас Джослина кругового воспламенения. Тот, который в прошлом виде мы обозначили как 50-60-400 Джослин РФ. Вот. А нашел еще два. 54-й Джослин и 58-й Джослин. Давайте я их... Я их уже внес во второй том, уже нарисовал. Ну, понятно, может, еще в тексте будут какие-то изменения или уточнения. Итак, начнем по порядку. Бенджамин Франклин Джослин начал свою деятельность оружейную, насколько я отследил, еще в 1855 году. Вот так он пишется. Бенджамин Франклин Джослин. А это название его компании. Джослин Фаер Армс Компани Стонингтон, город и штат Коннектикут. Начал он ее, свою оружейную деятельность, запатентовав в 1855 году. Казнозарядный карабин, так называемый Monkey Tail, то есть обезьяний хвост, в калибре 54. Под полуунитарный патрон, то есть патрон в бумажной обертке, в которой был собран метательный заряд, порох дымный и свинцовая пуля безоболочная. Он вставлялся в ствол сзади и воспламенялся, как и капсульное оружие, вот этим капсульным колпачком, одетым на бронутрубку и по которому бьет, соответственно, курок. То есть боеприпас был еще не унитарным, а полуунитарным. То есть он содержал в себе не все компоненты, достаточные для выстрела. И необходимая система воспламенения была еще одним, как бы, боеприпасом. То есть боеприпаса было два, собственно, вот эти вот бумажные свертки и капсульные колпачки. Ну вот в качестве примера можете посмотреть у жука. Вот, например, сверток. Вот такой вот сверток, чтобы было понятно, куда пулю вставлять. Где перед дизад. Ну и так далее. Можете сами посмотреть. И вот даже можете на паузе здесь, наверное, и прочитать более подробно. В тысячу военных этот карабин не заинтересовал. А именно военные заказы, естественно, считаются самыми предпочтительными. В мирное время перевооружать армию не захотели. В 1858 году уже какое-то небольшое количество винтовок армия заказала. Хотя не то, чтобы небольшое. По-моему, то ли... Ну, в разных источниках колеблется там партия этой поставки. Там от 500 до, по-моему, то ли 2 тысяч, то ли 20 тысяч. Но к 1861 году было сделано всего 200 карабинов. И заказали их той же примерно системы, но в калибре 58. То есть не 54, а 58. И вот в 1861 году их было всего 200 сделано. И в то же время в 1861 году Бенджамин Джослин запатендовал другое устройство карабина. С другим затвором, не Monkey Tail, а уже вот такой вот, как принято у нас называть, крановый затвор. То есть затвор, откидывающий в сторону. Это карабин более поздний, 1864 года. Потом я покажу, в чем разница заключается. Это его вид с левой стороны. Вот обратите внимание, вот такая как бы вбитая скоба. Ну, я условно говорю, то есть вмонтированная в ложу скоба. И на ней вот это вот кольцо. В иностранных источниках это называется сидельное крепление. То есть как-то это связано или с сидельной кобурой, или со сбруей. Кто знает, подсказывайте. Я так сильно, настолько не вникал. Было с чем разбираться. Ну, вот, тем не менее, есть такая вещь. И, соответственно, вот так он открывается. Открывается этот затвор. Вот казенный срез ствола. Вот, собственно, сам затвор. И вот, обратите внимание на вот эту деталь. Затвор открывается справа налево вверх. Справа вверх налево, наверное, правильно сказать. И вот эта деталь, она является как бы выбрасывателем. Вот здесь она тонкая, когда закрыта. Она как бы находится в пазу. Вот здесь, видите, в стволе, в казенной его части. И когда открывается, переходит на более толстую. Ну, такой своеобразный аналог червячной передачи, можно так сказать. И он эту гильзу, соответственно, за фланец вот сюда выдвигает. И потом ее можно рукой выбросить и как бы вставить следующий патрон. Вот видно часть курка передняя, которая била по находящуюся в таком защитном окружении. Такая трубка, там внутри находился ударник, который уже, вот, собственно, бил по краю гильзы кругового воспламенения. Вот видно замок этот отдельно, который очень похож на замок капсульной системы. И давайте покажу сразу же патент, собственно, 861 года. Их было два. По крайней мере, те, которые я нашел. Давайте сейчас чуть крупнее покажу вам надписи на нем. Видите, этот октябрь, 8 октября 1861 года. Вот номера, вот номер. Это уже номер следующего патента. И вот чертеж к данному патенту. И вот именно со вторым уже, который от июня 24, от 24 июня 1862 уже года, прошу прощения, в следующем году, мы видим как раз здесь разницу вот в этой детали, в этом выбрасывателе. По крайней мере, то, что вижу я здесь выбрасывание осуществлялось как немного, видимо, какой-то либо другой деталью, либо каким-то другим образом. В общем, кто глазастый, можете рассмотреть. И есть еще вот такое вот изображение, тоже патента, тоже октября 861-го. Ну, ни даты не указано, ни номеров. Видимо, это чье-то переосмысление этого патента. Или трудно мне сказать. Но, тем не менее, в интернете вот такой чертеж тоже присутствует. Но здесь уже явно 1864-го года образец. Почему? Потому что вот эта вот кнопка, рычаг, вот он, за которой открывается затвор, она, видите, уже цилиндрическая. И она здесь уже, вот так вот, перед открытием, как бы ее надо было потянуть. То есть, затвор заклацывался на защелочку. Такую своеобразную становился. Вот здесь видно, под нее вырез, под эту защелку. И вот за эту рукоятку надо было чуть-чуть ее оттянуть в сторону, вправо. И тогда открывался затвор. На модели 1862-го года и 1861-го такого не было. Затвор просто защелкивался своим выступом. Ну, это признали военные, естественно, довольно вскоре. Видите, просто такая, как бы, рукоятка, такой выступ. И здесь тоже она, вот. Никаких пружинок здесь нет. И он просто защелкивался. И военные, военным, естественно, ну, особенно кавалерия, тряска, затвору имел возможность открыться. И поэтому было введено вот такое вот новшество. И, собственно говоря, вот такая система. К ней уже в 1861-м году сам Бенджамин Джослин, я так понимаю, в инициативном порядке сменил боеприпас. Оставив калибр 58-й, как и заказывали военные. Но разработал под него вот такой вот боеприпас. Вот так он выглядит. Баллистических данных у меня о нем нет. Массы пули нет. И вообще данных по нему очень мало. Из того, что удалось найти, это его геометрические размеры. Длина гильзы порядка 19 мм. Диаметр дульца и корпуса гильза почти цилиндрическая 15,6-15,55 и диаметр фланца 17,55-17,8 мм. Гильзы были медные. Пули безополочные, свинцовые. Порох, естественно, дымный. В 1862 году вышла следующая модель этого карабина. Вот этой разницей между патентом 1961 и 1962 годов. И вышел он под боеприпас уже 56-56 Спенсер. Напомню, все это время, ну не все, с 1861 по 1865 год шла гражданская война в США. И происходила вот эта вот великая оружейная драма, так называемая. Соответственно, новый карабин образца 1862 года был принят, был заказан военными. Заказан, точнее, вот Орденанс Департмент. Некий такой аналог, ну можно перевести, Департамент Снабжения, наверное. И заказал он его в калибре уже 56-56 Спенсер. Заказал почему? Потому что уже часть... Уже в кавалерии в обороте находился магазинный карабин Спенсера с прикладным трубчатым магазином. Известное такое оружие, одно из первых магазинных, которое использовалось именно в военных действиях. Ну, по крайней мере, так скажем, массово использовался относительно. Ну, про него чуть позже скажу. И буквально в следующем году, в 1863, Джослин, Бенджамин Джослин, выпустил собственную версию, по сути, 56-56 Спенсер. Они считаются во многих источниках взаимозаменяемыми. Данных, опять-таки, по нему очень немного. Масс пуль я тоже не нашел. Но, скажем так, некое визуальное сходство, в общем, структурное присутствует. Гильза немножко даже короче. А основание то же самое. И диаметр фланца, и его высота, и диаметр основания корпуса. Все эти параметры совпадают. Да и габарит, как мы видим, у них сходный. Зачем это было сделано? Не знаю. Наверное, скорее всего, именно с коммерческой точки зрения, чтобы продавать не только винтовки, но и патроны. Кстати, во многих источниках упоминается о том, что вот этот Бенджамин Франклин Джослин известен именно тем, что он постоянно, у него были какие-то терки, тяжбы и с заказчиками, и с субподрядчиками. То есть, что-то он заказывал, как говорится, по-современному, на аутсорсинг. И вот, дескать, я не вникал в эти тяжбы, не искал их, не разыскывал, но, видимо, если о них упоминают уже в оружейной литературе, то, наверное, они такие были довольно-таки эпичные. Опять же, большинство источников, а их относительно не так уж много, но, тем не менее, они говорят о том, что это просто вот проприетария, то есть, фирменная версия, и о ней данных, как бы, я не нашел ни баллистических, ни массы пули, ни энергетики, ничего. Ну, в принципе, можно сделать предположение, что где-то он находится рядом с 56-56 Спенсер, что логично. А энергетика 56-56 Спенсер, да и не только энергетика, в книге эта страница 63, ну, давайте я вам всю линейку покажу, на паузе можете зафиксировать и внимательнее вникнуть. Ну, то есть, начальная скорость порядка 365 метров в секунду, дульная энергия 1530 джоулей, соответственно, ну, плюс-минус калашников 7,62. По энергетике. Масса пуля 350 грейм, 22,68 грамма. Это 56-56 Спенсер. То есть, вот он. Ну, там на той картинке я свел. Здесь вот вся линейка Спенсеров. И сразу отметим, что и остальные боеприпасы Джоус Лената, точнее, один оставший, он хотя и явно выбивается из этого ряда, но тоже он связан с боеприпасами Спенсера. Ну, и те немногие характеристики, которые удалось добыть по 54 Джоус Лената. Габарит его, то есть, общая длина около 42,3 мм. Снаряжался он также в метные гильзы. Диаметр пули был 544,00 дюйма. То есть, 13,82 мм. Длина гильзы находилась в пределах 22,35-22,6 мм. Ну, и диаметры основания можете посмотреть и фланца в пределах допуска 56-56 Спенсер. Табличку, которую я вам показывал в книжке. Вот. Ну, и, пожалуй, на этом боеприпасе остановимся и пойдем дальше. Итак, в следующем году, в 1864-м, вышла новая модель. То есть, собственно, та, которую я вам показывал с усовершенствованием. Есть отличное видео по разнице между образцами 862-го и 864-го года на канале Forgotten Weapons. Забытое оружие. Я постараюсь ссылку или в описании, или в закрепленном комментарии дать, конечно же. Вот. И эта модель изготавливалась уже под следующий боеприпас Спенсера. Он тоже был уменьшенного калибра. 56-52 Спенсер. Боеприпас. Здесь его две версии. С прямой гильзой. И с небольшим таким вот скатом. На этом немножко остановимся подробнее. А для этого нам придется кратенько пробежать историю боеприпасов, собственно говоря, Спенсера. Никуда мы от нее не денемся. Итак, 56-56 Спенсер. Разработал американский оружейник Кристофер Спенсер. Кристофер Майнер Спенсер. Для, собственно, винтовки и карабина с трубчатым прикладным магазином. Запатентованной в 1860-60 году. И считающейся одной из первых винтовок под металлический и унитарный патрон. И, к тому же, магазинных. Серийное ее производство было налажено в 1862 году. То есть, в том же году, что и Джослиновский однозарядный карабин. Кстати, Спенсеровский карабин лично тестировал в 1863 году. Авраам Линкольн. Очень сильно был впечатленным. И настаивал на том, чтобы развернули его массовое производство. И массово внедрили в армию. А почему? Потому что в этом же, как только он появился и попал на вооружение кавалерии. Очевидно, не в сейн, в какой-то ее части. И первое его военное применение, более-менее массовое, состоялось в 1862 году. В сражении при городе Шарпсберг у реки Энтитем. В ходе марилендской кампании гражданской войны в США. Ну, то есть, пытливые умы в Википедии. Введите марилендская кампания и найдите там сражение при городе Шарпсберг. Кстати, оно двояко обозначается. Я не совсем понял разницы. То есть, есть именно по обозначению реки, есть по обозначению города. И там оно сыграло достаточно важную и, как описывали современники того времени, именно решающую роль. То есть, оно помогло выиграть это сражение. Ну, конечно, магазинная винтовка, шквал огня, тем более от подвижной кавалерии, наверняка это могло зарешать. Ну, собственно говоря, как исторические источники пишут, и зарешало. И более того, это решало и в других ключевых кампаниях. По крайней мере, есть такое мнение, что в других ключевых кампаниях это оружие тоже сыграло. Но военные предпочли вот такую конструкцию Джослина, именно как более простую. Еще сама психология военных следует их понять. Поэтому, так как их всегда с одной стороны осуждают и ругают, что вот они такие закостенелые. С другой стороны, ну а как? Только что были дульнозарядные мушкеты капсульные. И это уже считалось ничего себе круто, уже не кремневые. Ну, или не кремниевые. И тут на тебе вот такой шквал огня, как их обеспечивать. О, боже, оно ж такое дорогое, это еще ж плюс гильза. Ну, и так далее, и так далее. И, в общем, военные приняли все-таки однозарядную систему. Хоть и казнозарядную, хоть и подпатронную, но все-таки однозарядную. Что тоже, ну, опять же, дульнозарядный мушкет 58-го калибра, 1861-ю эс маскет. Он был принят на вооружение в 1861-м году. Вот, собственно говоря, 58-е калибры откуда берутся. Есть целая группа американских боеприпасов того периода, которые, ну, можно их обозначить конверсионными по отношению к, собственно, вот этому дульнозарядному мушкету. Ну, как-нибудь, надеюсь, я эту тему более подробно расковыряю. И, возможно, сниму отдельное видео. Но книгу я их уже вношу. Они были и центрального воспламенения, и множество тоже кругового. Вот. А позже... Спрингфилд Арсенал, Спрингфилд Армори, то есть Государственный Арсенал. Выпустил вот такую версию, я ее не зря здесь нарисовал, пока еще не упоминал, 56-50 Спенсер. Мало того, что сделал, был уменьшен калибр, но и, как мы видим, была другая система крепления пули. То есть, был достаточно высокий такой... Высокая завальцовка, высокая обжимка пули. И могла дополнительно использоваться накатка, или, здесь не изображено, точно вот кернение сюда, ближе к дульцу. Что это давало? Как видим, габарит у них сходно. Это давало... Ну, нигде это... Ну, не то, чтобы нигде, но я в источниках ни на что не нашел, чтобы это на то, что... Указаний на прямую на это, но, скорее всего, дело именно во внешней или внутренней системе осалки боеприпаса. То есть, здесь каннелюры снаружи, в них помещается тот самый смесь жира и воска для смазки ствола. А здесь все то же самое, но находится внутри гильзы, соответственно, боеприпас чище. Эту часть можно оставить, скажем так, несмазанной. И, соответственно, патрон не будет переносчиком грязи в ствол. Как нередко американцы говорят о боеприпасах наружной осалки. И вот сам Спенсер, он эту систему не одобрил. По крайней мере, крепление пули. И в ответ всем ветрам, примерно в 1864 году, выпустил боеприпас 5652 Спенсер. То, что я нашел относительно него, есть источники, которые говорят 1865 и 1866. Но, скорее всего, все-таки 1864. Потому что именно под этот боеприпас был выпущен и Джослин, карабин образца 1864 года. Возможно, какой-то переходной момент между 1864 и 1865. Но пока этот вопрос открыт. И он предложил все-таки вот такое крепление в виде обжимки, создающей такой невысокий, небольшой относительно скат. Вот нравились ему, видимо, формы такие. Это я про Кристофера Спенсера говорю. Но, тем не менее, со временем другие производители стали в какой-то мере игнорировать это. И продолжали выпускать. Да, новый боеприпас, да, уменьшенного калибра. Но гильзу оставляли прямой, просто слегка конусная. Она входила в карабины, стреляла. Гильза, если надо, после выстрела обжималась за счет пластичности меди. Обжималась и никак это стрельбе не мешало. И вот на основании уже именно этого боеприпаса Jocelyn, вполне возможно Jocelyn, потому что это произошло в 1865 году. Боеприпас 50-60 Jocelyn вытеснил вот этот боеприпас. И винтовки заказали в объеме 20 тысяч, тот же самый US Ordnance Department в объеме 20 тысяч винтовок под вот такой вот уже патрон. Я его представлял как 50-60-400. По отношению к нему есть также и следующее обозначение. 56-450. Прямого указания на массу пуль я не нашел, только вот в обозначениях. Соответственно 400 и 450 грейн. И нашел также, в остальном обозначается просто 50-60, основная масса обозначения его это 50-60 без указания массы пули. И есть еще обозначение 50-76. То ли это, и оно только в одном месте. По размерам совпадает, не знаю, скажем так, возможно это опечатка, а возможно это действительно вариант снаряжения. Но тем не менее в данном источнике были чисто геометрические размеры, поэтому как-то понять опечатка или нет, у меня этого пока не получается. Недостаточно для этого сведений, скажем так. Итак, заказ на вот такой карабин в 1864 году US Army Ordnance Department, отдел снабжения армии США, разместил на Спрингфилдском арсенале. Не на фирме Бенджамина Джослина, вот Джослин Fire Arms Company в Стонингтоне, а именно уже на Спрингфилдском арсенале. И связано это было, ну, скажем так, я так думаю, что с тем, что Джослин постоянно не выполнял заказы. То есть он не успевал к сроку сделать нужное количество винтовок. Заказали таких винтовок около 20 тысяч. И данная винтовка считается первой казнозарядной винтовкой, выпущенной вот именно данным Спрингфилдским арсеналом. За оставшиеся до окончания гражданской войны в США месяцы успел Спрингфилдский арсенал выпустить 3 тысячи 7 винтовок. До сражения они так и не дошли, они не попали на поля сражений. Но, то есть, по крайней мере, в иностранных источниках, ну, в иностранных, в американских источниках пишут, что таких сведений не сохранилось. То есть, что, скорее всего, они так и никуда и не добрались, и, собственно, повоевать такие винтовки не успели. Но, тем не менее, они являются редкими. А по окончании войны заказ просто аннулировали и аннулировали под предлогом несоответствия оружия техническим требованиям. По этому поводу сам Джослин судился достаточно долго, не знаю, где же говорю, в подробности тяжбы я не вникал, но смысл в том, что подобные, такие тяжбы имели место в том числе уже и после окончания гражданской войны и, естественно, о снятии данного заказа. Сам Джослин начинал он, сейчас я вам скажу, в 50-е годы свою оружейную карьеру в Ворчестере, Массачусетс. Продолжил ее, затем он переехал в 61-62 году, в годах в Стонингтон Коннектикут, где я открыл, собственно, предприятие свое Джослин Firearms Company. И в 1871 году он переехал в Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Вот такая его география, по крайней мере, оружейная. Половина произведенных винтовок, вот этих трех тысяч примерно, была впоследствии переделана под боеприпас 50-70 гаван. Под вот этот боеприпас. То есть, как видим, такой боеприпас мощный. То есть, винтовка позволяла ее прочность выдержать более мощный боеприпас. И после того, как они были перестворены под данный боеприпас, они были проданы в Франции в 1870 году, в 1870 году, в период ее участия во франко-прусской войне, что, как мы знаем, ей в данной войне, по крайней мере, не помогло. Основная масса этих винтовок попала в качестве трофеев победителям, то есть, пруссакам, ну, можно сказать, немцам, наверное. Одним из немцев, которые продали их бельгийцам. Бельгийцы, в свою очередь, переделали их в дробовики для колонистов африканских. И, таким образом, вот сейчас количество винтовок, сохранившихся именно в оригинальном калибре 50-60 Jocelyn, оно достаточно ограничено. Собственно, часть информации я узнал именно благодаря тому, что они на аукционах продаются и довольно-таки редки. Соответственно, людям интересно было расковырять историю, и они что-то нашли, что впоследствии прочитал я. Ну, и теперь пару слов, собственно говоря, о том, каким он боком прародитель 50-70. То, что, ну, скажем так, вот прямых измерений нет, но то, что мне удалось косвенным образом получить через размеры 50-х, через размеры спенсеровских боеприпасов, получается, что разница между ними все-таки есть, и основания у них неодинаково. Основание, диаметр основания корпуса, да, он сходный. Здесь вот 14,2 примерно, 14,15, 14,2, здесь 14,2, 14,35. А вот диаметры фланцев, диаметры фланцев и их толщины разные. Здесь толщины порядка 1,65, 1,7 миллиметра, даже ближе к 1,65. Это именно высота фланца, то есть толщина фланца. А здесь именно вот данная модификация я специально для видео нарисовал с капсюлем Мартина, потому как он первый был боеприпас из типа размера 50-70, который был принят на вооружение. Вот, впоследствии был вот тот, который у меня в коллекции сейчас уже обжился. Это с капсюлем Беннета. Ну и дальше там пошли смотрите прошлое видео. Так вот, именно эта модификация, она вообще была, у него толщина фланца заметно меньше, то есть порядка 1,3-1,35. А вот следующие модификации уже пошли порядка полутора миллиметров толщина фланца. То есть разница где-то в 0,2 миллиметра по толщине. А вот по диаметру здесь соответственно порядка 16,4, а здесь 16,75-16,9. То есть где-то 35,50 миллиметра. То есть от 0,35 до полумиллиметра разница в диаметрах фланца. Понятное дело другая система воспламенения. Здесь центральное воспламенение. Разные его модификации. Здесь круговое воспламенение. Диаметр пули у них сходный. 52, то есть 13,82 если не ошибаюсь. Ошибаюсь. 13,21. Ну понятно это в идеале. Здесь разброс побольше за счет использования в том числе и бумажной обертки. Здесь насколько известно бумажной обертки не было. Так что вот такую преемственность я бы сказал ее назвал бы ее непрямой. Вот. Да и скажем честно далеко не все источники описывающие 50-70 считают его прародителем 50-60 Джослин. Но Википедия считает скажем так Википедия пишет 50-60 400 Джослин ну то есть 400 грейновой пулей. Но встречаются упоминания и как я уже говорил 50-60 450 но я не писал сюда там Джослин Джослин Римфа и так далее книжки будут подробнее книжки все эти обозначения есть так что вот такой вот вскрылся пласт потихоньку я как говорится в одном известном фильме я знал что рано или поздно мы доберемся и до этой гадости ну или как-то так постепенно я разбираю эту великую оружейную драму вот еще один пласт Джослиновских боеприпасов сейчас нацелился на шарпсы известные вот ну и надеюсь потихонечку потихонечку будем соскребать этот пласт а там 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 очень много там очень много ну вот смотрите только здесь три боеприпаса за гражданскую войну это только в одном карабине в в этом самом кавалерийском ну там по-моему еще собственно под этот боеприпас вроде бы как и винтовка была по крайней мере я находил изображение достаточно длинного какого-то оружия ну понятное дело с этим с этим же затвором вот надеюсь не сильно вам надоел за это видео мне самому было интересно надеюсь и вам интересно вот ну а на этом пожалуй все ну и в планах помимо шарпса патрона разобрать конечно же и увеличить немножко глубже поковыряться и по 58 калибром кстати еще совершенно забыл сказать есть разное мнение в одних источниках ну скажем так подавляющем большинстве источников пишется что несмотря на распространенное мнение карабины и винтовки Джослина не были переделочными не были конверсионными вот в частности 58 калибра то есть они не переделывались из вот этого самого мушкета дульнозарядного 1861 года а сразу изготавливались как отдельное оружие вот собственно говоря о том что такое общераспространенное мнение существует я как бы и узнал из того что вопреки благодаря общераспространенному мнению то есть самого этого мнения я не нашел но нашел опровержение того что вот оно неверное такая вот специфика изготавливались среди всех этих модификаций были и с граненными стволами по-моему с шестигранными вот в частности модель одна из моделей уменьшенного калибра делалась с граненым стволом как на 58 калибре а внутри был уже уменьшенный по-моему по-моему 56 52 спенсер вот ну еле разобрался в этой груди материала причем как вы понимаете часто иногда путают какая винтовка какой модели вот кстати под этот боеприпас я не нашел отдельно название модели то есть она видимо как-то то ли не называлась отдельно но почему-то по отношению к ней все употребляют образец модель 864 года модель 864 года то есть та которая под 56 52 спенсер изготавливалась иногда пишут джослин спрингфилл спрингфилл драйфл но я так понимаю что как бы особых отличий не было поэтому и говорят отличие было только в калибре причем как мы понимаем по сути это был просто удлиненный патронник вот для того чтобы принять более длинную гильзу которая опять же согласно моим предположением напрямую об этом не указывается скорее всего имела внутреннюю смазку как вот 56 50 спенсера ну об этом я уже говорил ну а на этом пожалуй все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности